Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42 в студии Сергея Уланов. Почему малый и средний бизнес не стали драйвером экономики, как в развитых странах? Этот вопрос рассматривался в Кабмине. Предприниматели жалуются, что в стране нет длинных и дешевых денег. Мешает коррупция и бюрократия. Кроме того, большая доля государства занимает все ниши. Но министр экономики полагает, что государство должно участвовать в экономике. Но это больше похоже на плановую экономику Союза, который развалился, а не на рыночную экономику. США и Европе именно МСБ являются локомотивом экономики, делая определенный вклад в ВВП в размере 70%. У нас чуть больше 30%. Как полагают экономисты, МСБ может производить не только продукты, но и непродовольственные товары ежедневного спроса. Производство внутри республики позволит заместить импорт, а значит выровнять платежный баланс, сократить импорт инфляции и усилить экономику. В своих посланиях президент Тухаев неоднократно требовал от правительства принять конкретные меры по поддержке бизнеса. Но ничего не меняется. В связи с высокой стоимостью кредит малому и среднему бизнесу недоступен. А Нацбанк не снижает базовую ставку, поэтому бизнесу не хватает длинных и дешевых денег. По базовой ставке она постепенно снижается. Понятно, что ее установили для того, чтобы обуздать инфляцию совместно с правительством, соответствующие меры принятки. Но мы уже увидим, что инфляция постепенно снижается. Задача, которую мы ставили, в два раза снизить ее. Она достигнута была даже больше, чем в два раза. В этом году инфляция ожидается в коридоре 6-8%. Понятно, что преграды в бизнесе, они всегда есть. На любом рынке они есть. Сегодня Казахстан относится к странам с самой монополизированной экономикой. Все ниши заняты. Причем бизнес в стране смешан с государством. Из-за квази госсектора малый бизнес не может развернуться. Государство так прочно стало ассоциироваться с бизнесом, что в официальный оборот вошли социально-предпринимательские корпорации. Но министр экономики полагает, что без государства не обойтись. Вы говорите, что государство, точнее бизнес говорит, что государство присутствует в экономике. А оно не может не присутствовать. Надо же поддерживать экономику. Например, вот опять же, вопрос высоких процентных ставок и недостатка финансирования. Для того, чтобы поддержать бизнес, государство увеличило в полтора раза субсидирование кредитов. Было 209 миллиардов, стало 300 миллиардов. По причине бюрократии и волокиты чиновников помощь бизнесу оказывается формальна. МСБ не может открыть рабочие места для местного населения. Даже субсидии на АПК достаются крупным корпорациям, а не мелким фермерам. Кроме того, по словам предпринимателей, мешает вести бизнес коррупция. Из-за него даже повышается стоимость товаров для конечных потребителей. То, что коррупция мешает, я думаю, в принципе, частично это такой общеизвестный факт. С коррупцией нужно системно бороться, и соответствующие органы этим и занимаются. Но я думаю, тот уровень коррупции, который раньше был, там где-то 10-20 назад, его сейчас нет. Однако главная проблема – это падение платежеспособности покупателей. Давно известно, что в Казахстане есть работающая бедность. То есть наличие постоянной работы не избавляет человека от жизни в нужде. Людей с кредитами в Казахстане гораздо больше, чем со сбережениями. Бауржан Шейхмет Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Свыше 4000 бытовых скандалов зарегистрировали в Казахстане за 11 дней. С 15 по 26 января полицейскими Казахстана проведено профилактическое мероприятие «Быт». Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя комитета административной полиции МВД Республики Рената Зулхаиров. Спикер добавил, что основной причиной семейных конфликтов является пьянство, лудомания, падение нравственных ценностей. Толчком к очередному раунду общественной дискуссии стала трагическая история с Алтанат Нукеновой, которая скончалась в ресторане своего мужа, бывшего министра национальной экономики Хуанда Хабишимбаева. По версии следствия, из-за бытовой ссоры экс-чиновник мог забить супругу до смерти. Ему угрозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Президент Казахстана Токаев поручил правоохранительным органам держать это дело на особом контроле. Но родственники погибшей полагают, что экс-министр может включить связи и избежать наказания. Эта история не единична. Есть много историй других женщин, страдающих от издевательств партнеров или даже ими убитых. Ежегодно в стране из-за семейно-бытового насилия умирает не менее 80 женщин. Около 150 получают серьезные ранения. В период мероприятия в полиции зарегистрировано более 4000 сообщений о бытовых скандалах. Из них полторы тысячи выявлены были самими сотрудниками полиции в ходе ежедневных обходов. По всем фактам виновные привлечены к предусмотренным законам ответственности. Основной причиной семейных конфликтов является пьянство, семейные трудности и падение нравственных ценностей. Казахстан перешел от заявительного порядка к выявительному. Теперь достаточно жалобы соседей. Женщины часто не заявляют о том, что их бьет супруг. Писать заявление в полицию на него неприемлемо и неприлично. Большинство семейных агрессоров распускают руки именно потому, что чувствуют себя безнаказанными, говорят эксперты. А вот если наказание будет, они и в большинстве своем быстро прекращают тиранить жен. В Казахстане планируют криминализировать ответственность за бытовое насилие. За причинение среднего и тяжкого вреда здоровью в случае принятия законопроекта будет предусмотрено только лишение свободы. Такой вид наказания, как ограничение свободы, будет полностью исключен. В октябре решили снести новостройки, которые признали аварийными. Вот уже год в многоэтажках с трещинами никто не живет. Все это время Акиматта судился с подрядчиком, требуя вернуть в бюджет около 400 миллионов тенге, потраченных из казны на строительство. Кто возместит ущерб государству, выясняла Лейла Уесова. Жить в этих домах небезопасно, так решили эксперты еще в прошлом году. Две многоэтажки, построенные по госпрограмме Нурлежера, оказались некачественным жильем. Их сдали в эксплуатацию всего 4 года назад, а 48 семей приобрели здесь квартиры по ипотечной программе. Спустя время жильцы обнаружили в подвале огромные трещины и подняли шум. Почти год длились судебные тяжбы между заказчиком строительства и подрядной организацией. Но в итоге чиновники суд проиграли. Без изменения оставили и апелляционную жалобу. Теперь в Акимате намерены подавать новый иск на недобросовестного застройщика. Так как Акимат гордый и отдел строительства, в лице отдела строительства, не является собственником данного, суд исчел, что мы являемся ненадлежащими истцами. Жители его передадут на баланс, соответственно, должны передать на баланс городу. Город, как является собственником, будет подавать суд. Либо будут подавать все жильцы, соответственно, Акимат городу будет сопровождать весь процесс до конца. После скандала жильцов аварийных новостроек переселили в другой дом. В марте Акимат планирует предоставить людям альтернативное жилье. А пустующие многоэтажки, судя по всему, придется сносить за счет государства. Правда, для начала их должны передать на баланс Акимата. В ходе разбиратель заказчик работы в лице Акимата предъявил претензии к фирмам, которые отвечали за авторский технический надзор. Однако и эти доводы суд не принял во внимание, посчитав, что все недочеты застройщика нужно было исправлять до истечения гарантийного срока обслуживания. Поэтому в итоге суд вынес частное постановление в отношении должностных лиц из отдела строительства, которые допустили ошибки при приеме некачественного жилья. Лайла Уси, Жумар Худайбергенов, телеканал ТТК-42, Октюбе. Вымогателей задержали в Октюбе. Они требовали у предпринимателя 35 миллионов тенге. Спецоперацию провели сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции Октюбинской области. Двоих октябинцев задержали с поличным. Оба состоят на учете в ОВД. У вымогателей изъяли крупную сумму денег, в том числе 4 миллиона тенге, которые подозреваемые успели отобрать у предпринимателя ранее, а также несколько мобильных телефонов, банковские карты и нож. По данному факту начато досудебное расследование. Другую информацию в интересах следствия не разглашают. Досудебное расследование начато по факту взрыва в Каргандинской области. В ночь на 30 января произошел взрыв газа в поселке Ботакхара Бухаржираусского района в двухэтажном жилом доме. При этом обрушился второй этаж 12-квартирного дома. Пострадало 7 квартир из-под завалов. Извлеклись 7 человек. Пятерых из них госпитализировали. Под завалами оставались еще двое – мужчина и женщина. Найти их живыми не удалось. В целом, по данным МЧС, за прошедшие сутки совершено 142 выезда. Из них на пожары и случаи горения – 76, на поисковые и аварийно-спасательные и другие работы – 66, при которых спасено и эвакуировано 67 человек. К нам поступила информация о взрыве газового баллона. Во время проведения работ спасатели извлекли пять человек из-под обломков и обнаружили два тела. Из спасенных людей трое дети. Сейчас состояние двоих пострадавших тяжелое. После оказания помощи двоих детей из трех забрали домой родители. Состояние одного стабильное. В целом, на спасательные работы были задействованы 139 сотрудников личного состава и 32 единицы техники. В Западно-Казахстанской области спасатели продолжают работу над предотвращением несчастных случаев в период отопительного сезона. В связи с этим сотрудники ДЧС провели рейдовое мероприятие по профилактике нарушений при использовании газовых баллонов. Основная задача ОПМ заключается в предотвращении пожаров, защите жизни людей и разъяснении требований пожарной безопасности. В рамках республиканской акции Жатахана специалисты ДЧС ЗКО совместно с местными исполнительными органами провели рейдовое мероприятие в общежитии Гаухар, основной целью которого является предотвращение пожаров, предупреждение гибели людей и проведение мер по профилактике пожарной безопасности. Департамент по очередению ситуации строго предупреждает о строгом соблюдении требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей, электрических приборов и газового оборудования, а также, чтобы люди не использовали для обогрева помещений самодельные обогреватели. Соблюдая правила пожарной безопасности, вы можете сохранить свое здоровье и жизнь близких. В ходе рейда выяснилось, что использование газовых баллонов является распространенной практикой среди жителей общежития. Специалисты ДЧС уведомили и предупредили жителей о необходимости соблюдения безопасности при использовании данного оборудования. «Я соблюдаю все правила безопасности при использовании газовых баллонов, включаю его в нужное для себя время, готовлю еду и выключаю после использования. Здесь многие пользуются газбаллонами». Специалисты газотехнической инспекции подчеркивают, что обязательно заключать договор на техническое обслуживание газопотребляющих систем и газового оборудования для коммунально-бытовых и бытовых потребителей. В ходе рейда в случае выявления газовых баллонов, не соответствующих техническим требованиям, владельцы домов будут оштрафованы. Это рассматривается как административное правонарушение в соответствии с частью 1 статьи 306 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан, за что предусмотрен штраф в размере семи месячных расчетных показателей. По словам специалистов ДЧС ЗКО, профилактические мероприятия будут проводиться до конца отопительного сезона. Амина Махсотова, Олег Писаренко, Аймура Джагапар, телеканал ТДК-42. Смартфоны влияют на увеличение детей больных ДЦП. Об этом говорят врачи реабилитационного центра Западно-Казахстанской области. В 2023 году в реабилитационном центре пролечено более чем на 20% детей больше, чем годом ранее. Как отмечают врачи, будущие мамы все чаще не следят за питанием, образом жизни и часами не расстаются со смартфонами. Западно-Казахстанский реабилитационный центр Камкурок, действующий при областной детской многопрофильной больнице, открылся в конце 2020 года. Здесь проходит медицинскую и психолого-педагогическую реабилитацию детей с нейроортопедическими травматологическими заболеваниями. Сейчас в центре получают реабилитацию 45 детей. За 2023 год пролечили свыше 800 детей. И это на 25% больше, чем в 2022 году, отмечают врачи. Идет увеличение деток с нейроортопедическими заболеваниями, особенно деток с задержкой психологического развития, деток с расстройством аутистического спектра, идет тенденция повышения. Ну, что на это влияет, конечно, причина 100% еще не ясная, но все-таки и экология, и здоровье женщин, думаю, и цифровизация наша, да, то, что телефоны... Наблюдается как непосредственное влияние смартфонов на организм, так и психологическая зависимость будущей мамы, которая приводит даже к мыслительным изменениям и, конечно же, негативно влияет на развитие ребенка. Появился даже новый термин – цифровой аутизм. Сейчас очень много у детей развивается цифровой, так говорится, искусственный аутизм, потому что ребенок только в телефоне и не обращает внимания на окружающий мир. И так даже, возможно, если ребенок даже родится здоровым, может какие-то проявляться вот такие симптомы. Хотя полностью вылечить такие заболевания практически невозможно, свести к минимуму их проявлению все же удается, говорят медики. Очень хорошо помогают при любых видах заболеваний систематическое занятие ЛФК, в том числе и на тренажерах. От этих аппаратов очень много пользы. Они помогают развивать ребенка физически, разрабатывая определенные суставы и мышцы. Также разного рода гимнастика, воздействуя на тело, благоприятно влияет и на умственное, и на психологическое развитие. Практика показывает, что регулярные психофизиологические занятия оказывают положительный эффект практически при любом заболевании. В нашей команде не только там врачи и ЛФК-инструкторы. У нас в команде есть и педагоги, дефектологи, психологи, логопеды, эрготерапевты. И мы комплексно подходим к лечению. Это не только медицинская, но и психолого-педагогическая коррекция. И у нас есть хорошие результаты, хорошая динамика. Дети, например, которые плохо разговаривают, начинают тут говорить первые слова. Кого-то учим держать ложку, детей с ДЦП, например. Марина Горбук, Наруан Кунашев, Особик Абекенов, ТДК-42. Вакцинация является единственной профилактикой кори. Об этом напоминают врачи-инфекционисты. Заболевания передаются воздушно-капельным путем. Один больной может заразить от 7 до 10 человек. На сегодняшний день в стационаре областной инфекционной больницы Западно-Казахстанской области проходит лечение 74 пациента. Трое из них находятся в отделении реанимации. Из всех заразившихся пациентов 70% дети, в том числе до года. У кори очень грозные осложнения, такие как менингит, менингоэнцефалит, атид, кератоконъюктивит, эридоциклит и так далее. Например, больной, который, ребенок, например, переболел корью, осложненный менингоэнцефалитом, в дальнейшем он может не слышать, плохо учиться, не видеть. То есть это в дальнейшем отдаленные такие вот последствия. И призываю всех родителей пройти вакцинацию тем, кому это положено по календарю. В Уральске прошел областной чемпионат по настольному теннису среди мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов. Мероприятие организовано в рамках проекта президента страны Касамжимар Татукаева «Новый Казахстан. Путь обновления и модернизации». Подробности в сюжете. В спортивном клубе «Урал» состоялся открытый городской чемпионат по настольному теннису среди мужчин и женщин. В турнире приняли участие 16 команд из Республики Казахстан и Российской Федерации. Более 300 спортсменов поборолись за звание лучшего в насыщенном турнире. В настоящее время в Западноказахстанской области около 500 человек занимаются настольным теннисом. В связи с этим при поддержке президента страны Акимата области и по предложению депутатов областного маслихата в следующем году начнется строительство большого центра настольного тенниса, как говорят специалисты. «Наши спортсмены сейчас в возрасте от 10 лет, наши дети до 16, занимают первые тройки по всем возрастам в Казахстане. Это благодаря нашему тренерскому составу». Один из участников поделился своим мнением, отметив, что этот чемпионат с одной стороны представляет собой соревнования, а с другой – отличную возможность для местных теннисистов обменяться опытом и повысить свое мастерство. «За лет 13, как я выступаю, выиграл в командном зачете чемпионат Казахстана в 2021 году. Также в 2021 году был финалистом в личном разряде. И сейчас, в нынешнее время, выступаю за сборную Казахстана и являюсь пятым номером сборной страны». Все победители и призеры были награждены кубками, дипломами, медалями и денежными премиями от имени спонсоров. Более 26 лет посвятил работе с учениками уральский педагог Саид Алиев. Несмотря на проблемы со здоровьем, педагог-мастер предан своей профессии. Его уроки становятся настоящим источником вдохновения. На сегодняшний день он достиг значительных успехов и внес ценный вклад в развитие образования своих учеников. В рамках рубрики «Герои труда» наша съемочная группа лично встретилась с педагогом. Саид Алиев посвятил 26 лет своей жизни в сфере образования. Он родился и вырос в семье педагогов. Он наследовал любовь к преподавательской деятельности. На данный момент мужчина преподает историю. В 2015 году он был удостоен звания учителя первой степени, а в 2020 году получил категорию педагог-мастер. Страсть к преподаванию Саида Алиева становится вдохновляющей силой для его учеников. «Я очень люблю детей. В процессе преподавания для меня чрезвычайно важно не только передавать знания, но и понимать каждого ученика, налаживать с ними тесный контакт. Каждый ребенок представляет собой уникальную личность в обществе, и важно осознавать эту индивидуальность. Поэтому для меня иметь духовный контакт с детьми – необъемлемая часть образовательного процесса». Саид Алиев, постоянно развиваясь, участвовал во многих проектах, которые способствовали развитию его ораторских навыков. Кроме того, педагог был удостоен звания «Лучший учитель-2022». Профессионализм и умение эффективно передавать знания отмечаются не только его учениками, но и коллегами. «Саид Зухрабович – авторитетный человек, у него очень много друзей. Это человек, который пользуется действительно большим таким авторитетом среди родителей, среди своих учеников, выпускников и вообще среди всего окружения. Но Саид Зухрабович – это человек не только который ведет интерес на свои уроки, а это человек, который все время старается чему-то обучиться, научиться». Отметим, что Саид Алиев помимо своей основной работы также занимается кулинарией, ведет блог и занимается творчеством. В перспективе он намерен продолжить свою активную деятельность и стремиться к дальнейшему профессиональному развитию. Амина Махсотова, Олег Писаренко, Аймурад Джагапар, телеканал ТДК-42. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова